Строгий костюм и гальштук наут у первоклассников. Для всех школьников первого версия день особливый. До речи, у другой норовлянской средней школы его чекали два года. Минавито столько часу спотребилось, как привезти другую норовлянскую среднюю школу в належный стан. Капитальный ремонт был життёво необходим. После 40-х годов интенсивной эксплуатации, будинок явно не отповедал действующим нормативам. Иншая справа, что реконструкция оказалась непростой, часто тяжкости возникали там, где их никто не чекал. Тем больше, что и объём выполненных работ немаленький. Узмоцлены стены, заменены в окна, дах, система оттепления, водопровод, электричная сетка. Педагоги, которые первыми пришли в одну или иную школу, поставили будинкам 10. И заповнили, что теперь учебный процесс будет организованный на высшем уровне. По коему притягивается работа, с этим так само были пыльные проблемы. Трудности заключались в том, что два года образовательный процесс происходил в пяти учебных заведениях города. На базе детских садов. Мы работали в две смены. Трудности вызывали как у учащихся, так и у педагогов и родителей. У другой на Равлянской средней школе будут учиться 510 детей. По районному отделу адукации заповнивают, что якость научения тут будет не ниже, чем у Гомеля. Сегодня это у Воголя одна из главных задач Галины. Оказывать адукационные послуги на высоком уровне, незалежно от места находления школы. Делять чего, перша черговая увага техничному оснащению научальных установ. Только от Абл-Ваканкама в якости подарунка средняя школа номер 2 города на Руле отримала 20 компьютеров. Наставники кажут, что техника почне выкористовываться у научальном процессе уже в ближайший час. У Наравлянском районе у Воголя великие планы по развитию Галины. Горантуется такая упыльненность у темнику на перспективах экономичного развития и реализации державной программы комплексного выкористания природных ресурсов Припятского полеса. Реконструкция школы, до слова, так само проведена у рамках этой программы. Последние годы мы как-то многое внимание уделяем реальному сектору экономики. И благодаря особенно чернобыльские районы, здесь глава государства особое внимание им. Появляются новые рабочие места, закрепляется молодежь, соответственно, все идет инфраструктура. Поэтому, конечно, мы видим, что еще многое предстоит сделать в этих районах. Земля богатая, богатая людьми, богатая своими ископаемыми. Надо хорошенько только здесь поработать.